Микс Ньюс Ну что ж, пятница. Достаточно серьезная у нас сегодня тема. В студии Лена Лукьянова. Кюля Писпанин, звукорежиссер Родион Золотарев. Сегодня с нами по скайпу социолог Элла Паньяк. Говорить мы будем о том, грозит ли крах институту семьи. Причем не только наше сложное, так скажем, коронавирусное время, а и вообще в последние десятилетия, наверное, не раз уже выходили серьезные исследования о том, что ну вот и все. Вот давайте теперь уже перестанем цепляться за какие-то идеологии прошлого. Ну понятно, что религиозные семьи, они всегда... Что называется, гражданские браки, они теперь во многих странах перестают быть... Ну на самом деле, кроме того, что этот спор действительно идет о том, какая будет семья в будущем и как она будет защищена с точки зрения закона и дети, но сегодня эта тема еще обострена тем, что, как говорится, накипело почти во всех странах. Прошло некоторое время изоляции, карантина и все проблемы, которые, собственно, как в любом карантине, как в любой изоляции, обостряются. Они обостряются дома. Обостряются в основном дома, потому что люди остались наедине друг с другом, вместе с детьми, которые не ходят в садики и школы. И эта проблема тем более становится острой. Сейчас мы смотрим, у нас технически Элла к нам подключается. Слышим ли мы ее? А почему? Что случилось? Ну, пока расскажем вам о том, что у нас есть телефон прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. По этому телефону вы можете звонить, рассказывать, как вы переживаете семейную изоляцию. Самая, ну, понятно, что первая же шутка там, да, которая появилась в связи с всемирным карантином, это то, как много разводов будет по окончании этого карантина, потому что люди вдруг оказались в четырех стенах друг с другом, когда тебя не отвлекает ни работа, ни какие-то встречи с друзьями, ни возможность переключиться, пообщаться с третьими, четвертыми, пятыми лицами. И это все достаточно сложно. Какая бы сильная, как говорила моя мудрая свекровь, и даже от любимых людей тоже нужно отдыхать, что, к сожалению, в карантин не получается. Ну и, помимо всего, мы видим по всем странам увеличение домашнего насилия. Да, но это оборотная сторона тех конфликтов, тех нарывов, которые в условиях самоизоляции проявляются. Мы видим очень много психологов, которые сейчас анализируют эти ситуации, но вообще аналитика очень сильно во времена карантина возросла, и вообще значение журналистики, аналитики, думающих людей, их мнения, все поменялось. А потому что у людей оказалось время, свободное время, всегда же что все делали? О, какой интересный лонгрид, отложу-ка я его в сторону, потом прочитаю. И вот это вот в сторонке, оно все копилось, копилось, копилось. Дай бог, если ты вспоминал об этом и выделял для этого один день в неделю, там, в выходной, и начинал это все-таки читать. Сейчас у людей появилось очень много времени для того, чтобы наконец-то осваивать серьезные аналитические глубокие тексты и размышлять, и писать свои какие-то по этому поводу мысли. Ну, у кого-то это более хорошо получается, у кого-то менее. И тем не менее, да, я с тобой абсолютно согласна, что аналитика сейчас расцвела, и на нее большой запрос, потому что людям нужно с чем-то соглашаться или не соглашаться. И, конечно же, это одно из главных запросов, и это сейчас, наверное, психологи онлайн, когда ты не справляешься, и тебе нужна помощь. Вот у нас есть звоночки, алло, давайте послушаем, что расскажут наши слушатели. Алло, говорите, пожалуйста, в его филе. Добрый вечер. Здрасте. Олег, ну, поговорим сначала об изоляции, да? Да. Я вообще-то в изоляции нахожусь, ну, домашний, так скажем, вот как сейчас карантин, да, типа, ну, уже лет 20. Это у вас добровольная изоляция 20 лет? Ну, я работаю дома, да, ну, сходить в магазин там. Два раза в неделю вот схожу в магазин, закупил там же супруга и вот живем. А по поводу семьи, да, разрушения, знаете, у меня такое представление, что разрушаются семьи, ну, вообще институт семьи разрушается из одной причины, что права личности, индивидуума превыше всего в обществе, да, вот это культивируется все время, да. То есть получается так, что если мне плохо, да, то пошли все в одно место, да, я, так сказать, буду делать только для себя, да, то есть полнейший эгоизм. И вот из-за этого, да, возникают такие проблемы. А в семьях, да, ну, например, там свободные браки, да, то есть люди живут без всякой ответственности, да. Ну, могут там какое-то время жить там по любви, значит, и, так сказать, потом начинаются какие-то проблемы, и человек думает, да, зачем мне там какие-то лишние заморочки, я лучше сменю партнера, да, и все, никаких проблем, да, вот в чем причина. Поэтому, когда культивируется вот этот индивидуализм, да, в обществе, особенно в демократическом обществе, да, то вот это и приводит к развалу семьи. Это мое мнение. Спасибо большое за ваше мнение. К нам наконец-то подключилась наша гость. С нами вместе по скайпу социолог Элла Паньях. Элла, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогая. А вы, вы слышали нашего слушателя сейчас? Да. Его мнение. Как вы считаете, может быть, это иметь право на жизнь, такое мнение? Ну, может, так многие считают, разумеется, да. Мы живем в мире, где люди одновременно проходят два процесса, да. Одни люди уходят из традиционных структур. Вот из этих больших семей учатся, заботятся о себе, учатся тому самому индивидуализму, о котором идет речь. Но те, кто уже как бы находятся в более продвинутом слое или более молодые, которые уже прошли вот этот вот период, когда нетрудно думать о себе, нетрудно бросить того, кто недостаточно хорошо с тобой обращается и так далее. Они находят как бы такую новую солидарность, новый коллективизм, в котором больше выбора и больше свободы, больше независимости. Вы теперь можете выбирать, с кем общаться из очень большого количества людей. Да, расставание с подходящим партнером не становится сломом всей жизни. И это вот так сказывается, да, что кажется, что люди как бы стали менее верными, стали менее готовыми как бы ломать себя, соглашаться на что-то плохое. Просто ради того, чтобы оставаться вот-вот с тем же человеком и с той же средой. А не потому ли это, что люди стали... Приходится как-то учиться жить. Да, а не потому ли, что люди стали просто более мобильны и свободны в своей мобильности, да? Так об этом мало и говорили. Конечно, выбор появился. Раньше попробуй-ка ты уйди, даже вспомним недалекое советское прошлое. Попробуй-ка ты уйди от мужа куда-то с детьми. Так тебе просто некуда уйти, потому что у тебя нет физически на это никакой возможности, ни дохода достаточного для того, чтобы одной содержать семью, ни жилья и так далее, и так далее. И еще есть партком. Ну, еще и партком, да, помимо всего прочего. Эллочка, дорогая, а куда вот, по твоему мнению, все-таки исследования вы проводите, куда движется человечество? Вот путь-то какой? Вот ты говоришь, две категории людей, одни живут в одном измерении, другом в другом. А тенденция-то все-таки какая? К выбору или к возврату к патриархальным штукам? Я вот прям последние два дня в России читаю, снова заспорили об этом коммунисты, в том числе верните традиционную семью. Никто никогда им не вернет традиционную семью. Ну и вообще давайте не будем забывать, что нет ничего менее традиционного, чем семья, вот как мы привыкли ее представлять себе, да, семья индустриального общества, которая представляет собой маму и папу и одного или двух детей в четырех стенах. Ничего менее традиционного представить себе невозможно. У детей всегда было много взрослых. Дети всегда жили в многопоколенческих коллективах, да, где есть люди разного возраста, где есть дети разного возраста, где даже если женщины присматривают за детьми, а взрослые мужчины в этом не участвуют, то за кучей детей присматривают много женщин по очереди, меняя друг друга. Никто никогда не жил в таких вот антинатуральных условиях, как современное, вот то, что зачем-то называют традиционной семьей сейчас, да. Это нездоровая ситуация, когда женщина сидит в четырех стенах с ребенком маленьким, потому что человек не предназначен для того, чтобы сидеть наедине с маленьким ребенком круглые сутки. Мужчина не находится на глазах своего ребенка ни в каком ином виде, как страшно уставший от работы, значит, желающий отдохнуть перед телевизором. Дети не видят родителей работающим. Вот этот вот идеал так называемой традиционной семьи – это ужасно ненатуральная вещь, да. Она соответствует, она довольно недолго существовала, да. Она соответствует индустриальному укладу и обществу позднего модерна. Когда все живут в городах, все встают одно время, все идут на работу, толкаясь в транспорте, потому что все едут к одному и тому же времени. Все стоят в длинных очередях в магазинах, потому что у всех один и тот же промежуток, когда они возвращаются с работы и хотят купить себе поесть и так далее, да. Все живут синхронно, и это позволяет вот работать в фабрике, да. Это позволяет работать большому централизованному бюрократическому государству. А жить так очень неестественно. И как только экономика и технология начала позволять от этого уходить, люди стали от этого уходить. Нам часто кажется, что… Поскольку мы привыкли воспринимать современность как нечто… Вот этот индустриальный уклад как актуальную современность. Нам часто кажется, что когда разваливаются вот эти централизованные бюрократизированные структуры, это мы куда-то в архаику деградируем. Это мы куда-то обратно в Средневековье, да. А на самом деле так бывает. Но по большей части это потому, что у людей появились лучшие альтернативы, и они уходят, утекают из этих слишком жёстких, слишком структурированных, слишком разделяющих структур во что-то более гибкое, более свободное, более горизонтальное. Вот. И этот процесс, он болезненный. Да. И людям, которым приходится, да, жизнь которых пришлась вот на время течения этих процессов, А в чём болезненность? Почему это больно? Ну, потому что любое изменение уклада, тем более в таком интимном деле, как семья и личная жизнь, да, это очень неприятно. Вот нас сейчас всех посадили на карантин. Нам всем приходится как-то свою домашнюю жизнь немножко изменять. И мы чувствуем, как же много, да, как много нам приходится поменять. Как много нам приходится принимать решений там, где раньше мы действовали по привычке, по обычаю, и даже не задумывались, что можно по-другому. Как нам приходится передоговариваться о чём-то, как мы поделим рабочее время, и как мы поделим заботу о детях и об их онлайновой учёбе и так далее, да. Нам приходится вот это всё передизайнить, просто менять, да. Это требует мозга, это требует нервов, мы делаем ошибки. Нам приходится между собой об этом передоговариваться. Если вы переживаете этот период, не одни, и вы чувствуете, что даже если у вас, скажем, с мужем или женой хорошее понимание, очень много сил, времени, разговоров, нервов и как бы ресурсоотношений это всё равно потребует. А детей? А как поделить гаджеты, да? Вот это вот, эти процессы в концентрированном виде показывают нам, что происходит, когда институт семьи трансформируется. Люди попадают вот под эту необходимость осознавать старые договорённости, которые были как бы фугранты, да. И бесконечная конфронтация. Осознавать, оценивать, передоговариваться, изобретать что-то. Люди этого не любят. Да чё же они ленивые такие? Ну, Лен, я тут не согласна, не только ленивые, конечно. Во-первых, так скажем, градус толерантности у всех разный, да. Кто-то привык, так скажем, доминировать в семье, и он не может понять, почему вдруг что-то меняется, да. То есть, вот, например, там, условный добытчик вдруг перестал добывать, сидит дома. Это может быть она, может быть он, может быть оно, всё что угодно. Вдруг сидит дома и становится зависим. Вдруг не от него зависит, а он становится зависим от своей половины или от своего партнёра. Добытчики, это держит плохо такой удар. Мы это знаем, например, раннего постсоветского периода, когда часто женщины оказывались теми, кто перестраивался первым. Добытчики плохо держат удар вот такой вот нежитной потери статуса. Потерял статус, потерял работу, потерял уверенность в себе, потерял, как тебе уже кажется, уважение, хотя это не так. Но, тем не менее, это всё у них почему-то завязано вместе в один клубок неразрывный. И дальше начинаются уже конфликты. На кого огрызаться? Если раньше ты пошёл, не знаю, там, напился с друзьями, поругался в стенку, или с кем-то пособачился на улице, или, может быть, даже подрался, или сорвался на продавщицу в магазине, сейчас нет, ты сидишь в четырёх стенах, и будь любезен, как ты себе это всё сохрани, не дай выплеснуться на родных и близких. Это мало кто может с этим справиться. Даже люди сильно, так скажем, толерантные к внешнему воздействию. Ну, это точно, потому что даже в моей практически идеальной семье, где мы привыкли быть вместе и рядом, мы один раз чуть не покусали друг друга. И это нормально. Люди людям... А вот смотри, у вас же ведь прекрасная семья, кроме прекрасных отношений, наверное, есть ещё кое-что. Вы оба привыкли работать из дома, да? Да. У вас, у каждого есть рабочее место, я надеюсь. Ну, у нас смешно получилось. У нас есть рабочее место, но мы подползали потихоньку, пока в итоге не сели за один стол друг напротив друг друга. Нам почему-то так удобнее чувствовать. Ну, то есть вы всё равно были готовы к этой ситуации. Да, конечно, мы были готовы. Только мой бедный муж теперь слушает мои онлайн-лекции по конституционному праву, но вроде как ему нравится. Вот. А большинство семей не покупало себе квартиру или дом, даже те, у кого есть ресурсы. Не покупали себе квартиру или дом в расчёте на то, что из него придётся работать всем четверым, да, там ещё двоим детям учиться. Да, да, конечно. Не покупали полный набор гаджетов, необходимых для этого. У них нет такого навыка. Конечно, это тяжёлая ситуация. Если при этом ещё не хватает ресурсов, если квартира тесная не просто потому, что мы там не догадывались, что каждому нужен рабочий кабинет, а нет такой возможности, всё ещё тяжелее. Но ещё тяжелее тем, кто не дошёл даже до понимания, что, например, каждому нужно личное пространство в жилье. Да? А таких людей тоже много. Такое понимание – это тоже ресурс. Оно не возникает у людей с нуля. Оно возникает у нас потому, что нас этому научили в семье. И это значит, что кто-то в нашей семье, скажем, в поколении мам и пап, читал нужные книжки. А если в поколении мам и пап этого понимания не было, то, значит, мы читали нужные книжки, приходили к терапевтам. И вот это вот представление о потребностях высокого порядка, о личном пространстве, да, о пространстве для развития для детей. Мы его выстраивали, мы в него вложили кучу ресурсов, либо мы, либо те, кто до нас был. А люди, которые оказались в этой ситуации с бухтой-барахтой, их семейный уклад сейчас подвергается такому испытанию на прочность. И всякий кризис, он, как лакмусовая бумажка, выявляет пробои. Вот где у вас слабина, там и затрещало, да. Если вы жили с человеком, которого вы не можете долго выносить рядом с собой, вот оттуда вы и огребёте. Если вы не уважали личное пространство детей и не выделили им по своему углу каждому заранее, вот теперь это ваша проблема. Если вы считали, что отдельный компьютер или планшет для каждого ребёнка – это баловство, и манипулировали доступом к гаджетам, как во многих семействах принято, вот это теперь становится вашей проблемой, когда они на онлайн-обучении. У каждого своя вот эта вот слабина, да. Да, Элла, ну, вы знаете, это всё правильно, я согласна, но всё-таки очень часто это ещё и экономическая составляющая. То есть просто люди не могут тебе позволить и лишнюю комнату, и лишнее рабочее место, и лишние гаджеты для детей и другие дома. Это чистая правда. Особенно закупить вот так вот одним куском, когда они вдруг понадобились. Но я бы сказала, из того, что я могу наблюдать сейчас, это, конечно, не исследование, да, я вообще не гендерный учёный, из того, что я сейчас читаю в интернете, я вижу, что семьи, в которых об этом думали, там всё в порядке, да, там всё легче, даже если чего-то и нет, вот было понимание, что надо, но мы не можем каждому по комнате обеспечить, но мы обеспечим каждому по углу, мы выгородим какое-то шкафом, место, где ребёнок может сидеть, когда он хочет побыть один, мы разгородим пространство так, чтобы у каждого, значит, вот это вот было место для работы и место для уединения, мы поделим время, и те, кто про это думал, они, ну да, понимают, что у них нет ресурсов всё это наладить идеально, но у них всё-таки это проходит легче. Но проблема в том, что умение думать об этом, это ведь тоже ресурс. Можно прерву буквально на минуту, у нас и звонки разрываются, и нужно обязательно уйти на рекламу буквально на пару минут, не переключайтесь, пожалуйста. Микс Ньюс. Грозит ли крах институту семьи? Говорим сегодня с социологом Элой Паньях. Телефон прямого эфира 672-12-939-672-13-939. Давайте сначала звонки послушаем. Очень давно нам дозваниваются. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вот сейчас как раз и идёт проверка, идёт крах семьи или нет. Если семья была, так она и останется. А если её нет, как вот какие-то воскресные живут отдельно, вроде бы считаются мужем и женой, но приходят друг к другу в гости. И сейчас даже можно не придумывать какие-то предлоги, что вот я там занят на работе, ещё что-то такое. Сейчас каждый сидит в своей квартире, я не могу к тебе пойти, потому что эпидемия туда-сюда. И всё. То есть я хочу ещё раз повторить, что если семья была, она останется. Ну а если нет, вот сейчас как раз очень хорошая проверка этого всего идёт. Спасибо. Спасибо большое. Давайте сразу ещё один звонок послушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, конечно, не с самого начала включил буквально перед рекламой. У меня вот вопрос у каждого свой гаджет, у каждого свой угол. Если я правильно всё понял или нет, в принципе, у меня, наверное, больше вопросов. Ну, даже вот на своём личном опыте, вот у нас как бы у каждого свой гаджет, даже больше, есть и лишний, и у каждого, можно сказать, и каждому по телевизору. То есть с этим всё в порядке. Проблема одна. Настрой, а комнаты две. И на самом деле мы как-то не можем, вот, в принципе, вот, не знаю, как-то вот это распланировать. Ну, ладно, у ребёнка, достаточно уже взрослого, ещё не настолько, чтобы жить отдельно, но уже отдельная своя комната. Вот. И получается, вот как бы мы с супругой вот, вот, ну... Расписание, может быть, составить, по очереди работать. Ну, вот, что, график, что ли? График, да. Я, правда, дома не сижу, всё время работаю. И вот, ну, дурацкая совершенно бывает иногда ситуация, даже вот выбираем, что смотрим, всё. О, я это хочу, а нет, а я это. Ну, нет, вот, ну, вот, не договорились. Ну, вот, а как вам, кстати, легче договариваться сейчас, когда вы становитесь, стали нежнее друг другу, что называется, в такой сложной ситуации? Ну, я всё равно, я всё равно каждый день на работе, ну, в рабочий день, наверное, слава богу, может быть. Но вот, в принципе, вот, честно говоря, думаю, не, ну, наверное, со мной тяжело договориться. Вот, ну, наверное, в бизнесе легко, а в семье, наверное, тяжело. Подумайте об этом, подумайте. Да, вот, непростой я в этом плане человек. Ну, вот, и вот, как бы, вот, я к тому, знаете, а правильно вот было бы, хорошо, вот, была бы третья комната, и мне вот так кажется, да, может быть, мы так даже думаем, вот, и всё. Была бы вот трёхкомнатная квартира там, или, ну, не важно, там, дом, там, не важно, что... И не было бы конфликтов, или что? Вообще не было конфликтов, просто... И не было бы контактов. Ну, и не было бы контактов, в том-то и дело. Я не знаю, это правильно или, на самом деле, может быть, это неправильно, а вот наоборот, надо как-то думать о том, чтобы вот в том, что есть, вот... Сейчас узнаем у социолога. Спасибо вам большое за ваше рассказывание. Элла, как вы считаете, это правильно или нет? Вы знаете, я вас перестала на какое-то время слышать. Там такой вопрос был, что вот супруги, с подростком, ребёнком живут, у каждого есть свой гаджет, но только две комнаты, и с ребёнком-то ещё ничего, а вот супруги между собой не могут договориться. Кое кино смотреть? Вот что лучше, сделать каждому по отдельной комнате, там, уехать в отдельный дом, в трёхкомнатную квартиру, или всё-таки учиться договариваться? Куда идёт человечество в этом направлении? Я думаю, что человечество идёт во все стороны сразу. Мы уходим от этой вот единой модели, да? Значит, те, кто научатся договариваться, будут продолжать жить в двухкомнатной квартире втроём. Те, кто договариваться не научатся, либо найдут ресурсы сделать каждому своё личное пространство, либо не будут жить вместе. И ничего страшного не будет. Ни в том, ни в другом случае, да. То есть, с одной стороны, да, люди поменяли приоритеты и решили, что нам нужнее эта третья комната, чем что-то другое, на что мы тратили деньги. И у людей приоритеты оказались такими, что они просто осознали, что невыносимо жить вместе. А кисусов улучшить же личные условия нет. Ну, что делать? Да, что касается фильмов и сериалов, это уже наработанный личный опыт. Действительно, ведь всё-таки люди разные бывают, да? У людей разные интересы. Разное восприятие каких-то образов культурных и так далее. Мы просто с мужем договариваемся. Мы начинаем что-то вместе смотреть. Мне, например, не нравится. Я говорю, так, всё, это без меня. Сам досматривай. Всё, и ты уходишь. А да, я потом куда-то в стороночку. Давайте я вам напомню, что ещё 20-30 лет назад этой проблемы не было у Северного Советского Союза. Ну, а там на Западе чуть раньше это было, да? У вас есть три канала? По двум из них показывают новости отвратительные, да? По одному хороший фильм. Улицы пустели, когда по телевизору показывали хороший фильм. Не то, что семьи, да? Значит, там все садились перед телевизором. Потому что другой возможности его посмотреть нет, и другого фильма вам не покажут в это же время. Ну, конечно, изменилось всё. Естественно. И под этот выбор, да, действительно нужна инфраструктура какая-то. Нужна возможность разойтись там, не знаю, уйти на кухню, найти наушники, с телефона смотреть то, что тебе больше нравится. Да, и возможность найти компромисс друг с другом. Вот эта возможность договориться, чтобы вот это вот без обидок каких-то. Ах так, а ты без меня? Да как же так? Да мы же семья. Я знаю, что так часто очень бывает. Бывает, да. Но чем больше и слаще будут становиться эти выборы, тем невыгоднее будет вот держаться за такие обидки. Да? Я слушаю и думаю. Хорошо, у вас муж сел смотреть футбол на одном из трёх каналов по телевизору. Что вы выиграли, если не сели смотреть вместе с ним? Ну, два часа свободного времени на кухне, которое будет потрачено на то, чтобы кухню драйвить. Да? Сейчас альтернативой посидеть рядом и посмотреть то, что вам не нравится, является примерно весь мир интернета, сериалов и всего остального. И свободного времени, да, своего жалко на то, чтобы угождать тому, кто рядом с тобой, вот так бездарно его тратит. Значит, меняется среда на более гибкую, свободную и разнообразную. За ней меняются отношения. Людям, которые привыкли к другому, плохо. Не от того, что это новое хуже, а от того, что приходится как-то менять себя. Это всегда очень тяжело. Людям, которые уже привыкли вот к этому новому, которые, например, живут в бесконечном разнообразии информации и способов провести время, даже сидя дома, им плохо, когда их загоняют вот в эту старую, негибкую модель отношений. Значит, кто-то найдет способ простимулировать партнера, там, например, будучи богатым женится на бедной, и она будет как зайчик сидеть смотреть то, что ему нравится. Кто-то научится договариваться. Кто-то купит два телевизора и смирится с тем, что вот, ну, ничего, два компьютера, да, и смирится с тем, ну, ничего не поделаешь. У нас сейчас сериалы, я смотрю одно и другое. И найдут, договорятся, вот придумают, что они делают вместе, другое что-нибудь, может быть. Я очень дорогая, а всё-таки что выбирает молодёжь? Какие модели взаимоотношений? Вот даже если вы не проводили специального исследования, то на кончиках пальцев что чувствуется? Они идут к свободе, к выбору, к более лёгким отношениям, в смысле, лёгким, в смысле, меньше формальности и регистрации, но они более свободны, они больше путешествуют, они не покупают собственную недвижимость, они арендуют квартиры. Что происходит? Они ходят в музеи с грудью, с детьми. Значит, во-первых, они чаще действительно живут одними. Потому что неплохо стало жить одному, благодаря всему, что развелось и в обществе, и технически, и просто в обществе. Во-вторых, они больше живут не в паре, но и не одни. Они чаще живут с родителями, потому что современные родители, дети современных, молодых, они уже тоже довольно современные люди. Они уже тоже часто не давят, не гнобят, не унижают, не требуют, умеют общаться, так как общаются современные люди. И детям всё менее, таких родителей не уйти вовремя. Они чаще живут какими-то такими коммунами, снимая квартиру на троих, на четверых, где у каждого своя комната. И какая-то часть жизни происходит совместно, там что-то они готовят совместно, что-то они делят, что-то они, значит, каждый делает за себя. Эти формы стали гибкими. И это не сексуальная коммуна, да? Это просто люди, которые... Общежитие такое, да. Большую квартиру вместе живут. Этих форм становится всё больше. Значит, житьё традиционной романтической парой не то, что никому не стало нужно, да? Оно становится одним из вариантов. Очень приятно. Мы очень любим такие сладкие игры. Там как-то... Многие люди именно этого себе и хотят. Менее многие... Ну, вся индустрия развлечения нас к этому подталкивает. Любой фильм о том. Из-за единственной возможности становятся опции. Очень хорошие, приятные. Так же, как опции, например, становится иметь много детей. Да, больше одного-двух. Мы любим такие пары, которые там празднуют серебряные и золотые свадьбы и выращивают по 3-5 детей. Мы, может быть, даже в глубине души где-то им завидуем. Мы говорим о круто, но это не значит, что у нас нет никаких других альтернатив и других предпочтений по каким-то, там, мало ли каким причинам. Вот. Значит, вот молодые живут в разных формах. У них стало много вариантов. А можно такой вопрос, Элла? Я вот на днях посмотрела очень удивительный сериал, который, мне кажется, невозможно было бы увидеть, тем более снять, еще там, не знаю, пару лет назад. Называется Unorthodox, неортодоксальная, наверное. И я вслед за Кюля посмотрела. Это про неортодоксальную еврею. Да, про неортодоксальную девушку из Вильямсбурга, Нью-Йорка, коммуны ортодоксальных евреев, хасидов, из которой она сбежала, потому что просто не вписывала, поняла, что не может вписываться в этот жестко зарегулированный мир. И вопрос мой в следующем. То есть я честно говорю, что я даже не могла себе представить, что это можно снять еще там год назад. Сейчас мы видим такой сериал, там очень много таких серьезных откровений для очень многих людей. Какие-то подвижки в семье, в семейном укладе, в религиозном смысле замечаются социологами? Ну, я не смотрела сериал. Он маленький совсем, там всего четыре серии. В котором мы все смотрим разное теперь. Я не конкретно про этот сериал, я вообще в принципе о том, что... Слушайте, из жестких традиционных религиозных сообществ бегали всегда. Давайте честно скажем. Да, и 200 лет назад, и 500 лет назад бегали. Но сейчас, понятно, широкий открытый мир представляет для этого больше возможностей. И мы ведь не только про такие религиозные сообщества теперь больше знаем. Мы знаем больше про все закрытые как бы сегменты общества. Мы точно так же знаем больше о том, что происходит в тюрьме, в сумасшедшем доме. Да, но мы знаем также, что Европейский суд принимает к рассмотрению дела чеченских женщин, у которых отняли детей. Да, да, да. И можно подумать, что раньше чеченские женщины не отнимали детей. Разница не в том, что изменились вот эти традиционные структуры. Разница в том, что это теперь очень трудно скрыть. И это теперь очень трудно скрыть. И практики таких сообществ, как бы мы ни выступали за свободу воли, за свободу веры, поверяются нормами и стандартами современного постмодерного общества. И, с одной стороны, люди это стали больше видеть, с другой стороны, они стали на это как-то ярче реагировать. Они не думают, что это не их дело больше, даже если это происходит очень далеко или в какой-то очень закрытой комьюнити, как вот в этой неортодоксальной, в этой атаксальной еврейской в Нью-Йорке. Они сочувствуют тем, кто оказывается жертвами этого положения вещей. То есть вот это вмешательство большого, гибкого, очень информационно-прозрачного и связанного мира, оно происходит, оно переходит границы всех закрытных структур, ну и вот таких в том числе. Давайте послушаем дозвонившихся. У нас тут разрывается телефон. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. 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 Добрый вечер. Это я, да? Да. Вот вы спрашиваете у эксперта Эллен, куда идет человечество? Ну, обобщенно. Вы же говорите и о семье, и об атаксальных ячейках, и о сериалах. Вот она отвечает. Человечество идет в разные стороны. Один тренд сегодня у человечества, парадигма, эгоизм, махровый, беспредельный. То есть вы вспомнили 20-30 лет назад. Значит, детей на органы. Я страшные вещи говорю. Родители заказывают. Это 20-30-40 лет назад. Об этом можно было подумать? Близко этого не было. И эгоизм махровый повсеместный распространяется и на семью. А вы тоже эгоист? Я самый страшный из тех, кто вам звонит. Вы же по голосу определяете, что тоже там ни психологи, ни слабые, да? Ни в коем случае. Ну, вы же спрашиваете же мнения, звонящих. Вот мы и спрашиваем у вас, да. То есть у вас мир именно такой эгоцентричный, да? То есть вы живете только ради себя. Нет, вы сразу приводите стрелочку на мою скоколейку. Я говорю... Почему? Мы с вами общаемся? Вы судите о человечестве на основе своего опыта? Или потому что к вам так относились? Только что я вам привел, а у вас мимо ушей пролетело. Вот изменилась вообще жизнь. Я говорю, заказывают родители, детей на органы отдают. Спасибо большое, да. Раньше-то, конечно, не было ни старушек, проценщицу не убивали. Да-да-да, конечно. Раньше не убивали родителей ради наследства, не продавали детей. Бедный Шекспир крутится. Да, или в подмастерии художником. Почитайте. Собор Парижской Богоматери Гюго. Все это раньше было. Только таким людям, как... Интернета не было. И это не так обсуждали. Это было совершенно безразлично. Но теперь люди настолько подобрели, их настолько волнует чужая судьба, даже судьба совсем чуждых им людей, что их вот это начало волновать. Они это начали замечать. И разуме себе глаза, как будто этого никогда не было. Это всегда было. Но теперь мы не хотим этого допустить. Мы этого стараемся не позволить. И у нас постепенно получается. Людей, которые так поступают, жестоко наказывают. Их гораздо в большей степени как-то преследуют и выявляют, чем раньше. И относятся к этому гораздо жестче. Элла, а скажите, пожалуйста... Нас просто очень сильно трогает каждая такая несправедливость. Поэтому нам кажется, что ее стало намного больше. Элла, скажите, пожалуйста, вот ситуация сегодняшняя с этим всемирным карантином. Такое ощущение, да, что действительно люди стали эмпатичнее. Люди стали... Когда-то очень всколыхнулось волонтерское движение. Огромное количество народа готово жертвовать кто деньгами, кто временем, кто чем может. Кто булочку испечь, кто маску сшить. Для того, чтобы помочь кому-то совершенно незнакомому. Это такая примета этого карантина? Или это нормальное, не знаю, развитие мировой цивилизации? Ну, это этап развития мировой цивилизации, да. Значит, люди начинают гораздо больше ценить человеческую жизнь, гораздо меньше рост ВВП. Я не уверена грешным делом, что в результате всех этих мероприятий мы не потеряем больше жизни, чем спасем. Потому что экономический спад тоже связан с угрозами жизни людей. Но если мы говорим об интенциях, если мы говорим о настроениях, да. Чужие стали ближе. За чужих вписываются. Но это тоже значит, что то, что раньше человек нес в себе любимому, а сразу вслед за собой любимому в семью, он несет по многим разным направлениям. Туда, где ему кажется правильным. И, да, по отношению к семье он при этом оказывается более эгоистичен, чем человек вот этого вот традиционного общества и даже модерного общества, для которого семья – это основная защита, это основные свои, у которого мало других значимых связей, которые не видят ничьих страданий, кроме тех, о которых он видит непосредственно рядом с собой, или о которых ему рассказывают по телевизору. А это время проходит. И если мы возвращаемся к семье, да, семья перестраивается под это. Она становится более гибкой, более открытой, более разнообразной формы. И она, как бы, те функции, которые несла семья, в поколении даже наших родителей, они в очень большой степени размазываются по большому количеству других институтов. Вы можете получить поддержку от жены или сестры, а можете получить поддержку в интернет-сообществе, а можете заплодить психотерапевту. Вы можете получить материальную какую-то защиту, поделить свои обязанности от близких, и это прекрасно, это замечательно, это никогда не устареет. Но если у вас нет или вы не хотите заводить так много близких, у вас есть другие опции. Вы можете там скопить, взять кредит, лечиться по страховке и так далее. У вас есть варианты. И семья в своем нынешнем виде останется для тех, кто ее предпочтет как самый лучший для себя вариант. На этой оптимистичной ноте, потому что семья все-таки останется. Куда ж она денется? Да, куда ж она денется? Мы заканчиваем нашу программу. Впереди выходные. Большое спасибо. С нами была социолог Элла Паньях, Лена Лукьянова. Кюля Писпанин, звукорежиссер Родион Золотарев. Впереди выходные. Ведите себя плохо. И сидите дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова